Здравствуйте! В эфире новости. С вами в студии Ирина Баракина. И сегодня главная тема выпуска. Договорились о взаимодействии. Глава Дмитрий Жариков и генеральный директор УЖСА Евразии Йенс Тирфильдер подписали меморандум о сотрудничестве. Заявили о себе. Серпухов стал участником международного форума Интурмаркет. Широкая масленица. В праздничных гуляниях в городском округе приняли участие более 8 тысяч человек. Глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков и генеральный директор предприятий УЖСА Евразии Йенс Тирфильдер сегодня подписали меморандум о долгосрочном сотрудничестве. Со своей стороны администрация, в моем лице, в лицах заместителей, ответственных за экономику, за развитие предпринимательства, мы берем на себя обязательства всячески способствовать развитию предприятия. Мы заинтересованы в ваших инвестициях в экономику города, в создании новых рабочих мест. Одна точка для нас очень важна. Мы документируем, что мы выполняем нашу обязанность, как полосводительство из всей БОФИ, да, платим налоги, платим, мы составим рабочие места, будем развиваться. И, конечно, мы хотим это только сачь или покасать. И, конечно, ожидаем тоже от администрации, что они нас поддерживают. Стараемся идти в контакт с администрацией, искать совместный путь. И сегодня это первый результат. Мы получили достаточно поддержку. Со своей стороны УРСА Евразия обещает увеличить количество выпускаемой продукции до 50 тысяч тонн в год и создать дополнительные рабочие места в округе. Компания продолжит инвестировать в модернизацию оборудования и обязуется работать в соответствии с отечественными экологическими стандартами. Подписанный документ позволит администрации Серпухова затребовать у предприятия документальное подтверждение экологичности производства. 14 марта в 11 часов во Дворце культуры России глава Серпухова Дмитрий Жариков уже традиционно выступит с отчетом о проделанной за год работе перед жителями города. Телеканал УТВ Серпухов будет вести трансляцию мероприятия в прямом эфире и на сайте телекомпании. Не пропустите. 14-й международный туристический. Сегодня в Крокус-экспо завершился форум Интурмаркет. На площади 28 тысяч квадратных метров разместились экспозиции почти всех регионов России и более 50 стендов иностранных государств. Серпухов тоже принял участие в выставке. Чем привлек гостей форума «Наш город» расскажем далее. Интурмаркет – значимые события в мире туриндустрии. Каждая страна или регион, участвующая в форуме, стремятся привлечь внимание партнеров и инвесторов. Здесь туроператоры ищут новые перспективные направления. Сюда стремятся попасть все, кто так или иначе связан с туристическим бизнесом. Наш город успешно представил Московскую область на международной выставке. Участие городского округа Серпухов на данной выставке позволит приобрести новых партнеров, поскольку на этой выставке принимают участие различные представители туристических агентств, туристические компании, средства коллективного размещения, сферы гастрономии, другие представители туристического направления. Позволит презентовать направление и услуги в сфере турбизма, которые оказываются на территории нашего городского округа самой масштабной аудитории. Сейчас развитию туриндустрии в России уделяется большое внимание. Существуют амбициозные планы по продвижению отечественных туристических продуктов. Об этом сообщила заместитель председателя правительства России Ольга Голодец на торжественной церемонии открытия форума Интурмаркет. Наша задача открыть Россию для россиян и гостей нашей страны. В настоящее время реализуется очень серьезная федеральная программа поддержки туриста. Мы поддерживаем конкретные инстинкции для того, чтобы инфраструктурно помочь бизнесу прийти, создать новые продукты, создать новые услуги. Серпуховский стенд вызвал большой интерес со стороны участников и посетителей форума, ведь нам действительно есть чем привлечь туристов. Древние монастыри и храмы, историко-художественный музей с богатейшей коллекцией предметов искусства и другие интересные выставочные площадки. Памятники архитектуры федерального и регионального значения. Преокско-террасный заповедник с зубровым питомником. К этому списку можно добавить масштабные событийные мероприятия, гастрономические, этнографические и реконструкторские фестивали. Инфраструктура в городском округе также соответствует самым требовательным запросам. Точки общественного питания, отели, развлекательные центры, магазины на любой вкус, в том числе и с сувенирной продукцией. Есть и свой гастрономический бренд – сдобный рогалик Серпец. В общем, все, что нужно даже самому привередливому туристу. Серпухов – отличный вариант для тех, кто ищет, где интересно провести выходные. Благодаря участию в форуме об этом узнало большое количество туристов и туроператоров. Я уже вижу этот эффект, я уже вижу заинтересованность людей, обмен контактами, обмен информацией. Мы только успеваем давать контакты, принимать визитки, консультировать по поводу той продукции, которую мы производим. Серпухов на форуме «Интурмаркет» показал из себя и с творческой стороны. Для участников конференции выступил образцовый хореографический коллектив «Веселая карусель» Дворца культуры «Исток». Погладить белоснежных альпаков, покататься на лошадях, поучаствовать в театрализованных программах и народных забавах. Подкрепиться вкусными блинами с чаем можно было в воскресенье под Соборной горой. Здесь состоялся общегородской праздник «Широкой Масленицы». Участие в нем приняли более 5000 человек. Вместе с горожанами и гостами Серпухова провожала зиму и наша съемочная группа. Под Соборной горой, там где почти 7 веков назад зародился Серпухов, масленичные гуляния на современном этапе жизни города были организованы впервые. Получились они масштабными и яркими. Вместе с горожанами встречали весну глава городского округа Серпухов Дмитрий Жариков и благочинный Серпуховского церковного округа священник Игорь Чабан. Артисты, скоморохи, промышленники и предприниматели постарались сделать главную Серпуховскую масленицу незабываемой, а сотрудники полиции безопасной. Праздник, можно сказать, организован всеми силами, которые только возможны. Это и торговля, и предприниматели, и рестораны, с которыми мы сотрудничаем. Это, естественно, службы коммунального хозяйства. Все учреждения культуры здесь задействованы, работают. Учреждения работают с молодежью. Создано очень много фотозон. Фотозоны интересные. Это и бочки, это и дрова. То есть все, что можно красиво преподнести в рамках праздника масленицы. Еще одной особенностью масленицы 2019 стала театрализация. Этот год посвящен миру Мельпомены, а значит и масленица должна быть игровой. На празднике было много театрализованных обрядов и игр, постановочных номеров. Это самый прекрасный праздник на свете. Ведь мы можем одеть на себя вот эти рубашки и веселить народ. Это очень весело. Мне нравится. А что вы знаете про скомороков? Они примерно выглядят вот так. Это самое главное. Они веселят народ. Они очень круто. Красивые. Да, как мы. На масленице можно было полакомиться блинами и шашлыком. А потом выпить чай из больших красивых самоваров. А заодно и научиться печь главное масленичное блюдо. Молодые ребята с энтузиазмом осваивали это мастерство. Кто-то выбирал для себя подвижные игры. Перетягивал канат, бросал веники, прыгал в мешках. Перетягивал скомороха на свою сторону, держась за руки. Участвовал в боях подушками. С каждым годом все лучше и лучше становится. И популярнее. И люди приходят и спрашивают, а где будет масленица? Да, с других городов. Прекрасная погода сегодня. Все удалось. Спасибо за организацию. Ребятишки с удовольствием катались на лошадях и гладили альпаков. Многие видели этих животных впервые. Фотографии с масленицей и ростовыми куклами на память сделали практически все гости праздника. Ну и какая же масленица без баяна? Мы жили на севере и на празднике народов севера всегда присутствовали. Катание на ленях, на собаках. А сегодня мы оказались в воле судьбы здесь. Нам очень нравится. Настоящий праздник, хороводы, игры. Всего самого наилучшего Серпухова. С праздником вас. Детей очень много. Все радуются. Все как-то в настроении. В хорошем. Учреждение образования и культуры Серпухова представили на конкурс «Серпуховская сударыня» 42 куклы-масленицы. Самая современная из них умела делать селфи. Кто-то в традиционных мотивах маслениц представил, а кто-то вот есть даже и африканские. И, так скажем, леди-масленица-леди, и хиппи-масленица у нас тоже есть. Абсолютно разные. Победу одержали масленицы семьи Дунаевых, выполненные родителями воспитанника Центра детства, и кукла, сделанная руками сотрудников культурно-творческого центра. Масленичные гуляния в Серпухове проходили всю неделю. Участие в них приняли более 8 тысяч человек. Главный праздник под Соборной горой завершился фаер-шоу и сожжением чучела зимы. Горела масленица спора и ясна. Теперь точно весну остается ждать недолго. В Серпухове праздничные гуляния проходили на нескольких площадках. Масленицу провожали в деревнях и селах, в городских парках и скверах. Встречали весну серпуховичей весело, с размахом. В сквере у Дома культуры исток 9 марта с самого утра звучала музыка. Жители микрорайона радостно принимали лучики первого по весеннему теплого солнца. Здесь силами сотрудников Дома культуры была организована целая программа с конкурсами, музыкальными номерами и даже мастер-классом по выпечке блинов. Ими же и горячим чаем угощали всех присутствующих. Румяные красавцы шли на ура. Все без исключения любят этот непременный кулинарный атрибут весеннего праздника. Обожаем, потому что это единственный легальный способ нарушить диету. Особый восторг гуляния вызвали у младшего поколения горожан. Так здорово побегать и поиграть со скоморохами большой шумной толпой. Взрослые от ребят не отставали и с удовольствием принимали участие в конкурсах. Это здорово, что у нас такие мероприятия проводятся на улице. И вот сегодня мы на одном из таких гуляний с вами присутствуем. Здесь и блины пекутся, и конфеты раздаются, и в игры играют ребята. И вспоминается детство, когда ты с родителями точно так же пекла блины. И всей семьей встречали такую замечательную нашу весну. Русские народные гуляния – это всегда конкурсы на силу и ловкость. В парке питомник организовали детскую масленицу. Но участие в празднике принимали не только дети. Горожане вбивали в деревянные чербачки гвозди, символизирующие накопившийся за зиму негатив, водили хороводы, играли в ручеек и даже танцевали кадриль. И, конечно, получали подарки за участие. Чтобы мы стали друг другу добрее, чтобы такие мероприятия становились все больше и больше для детей, родителей, мира и добра. Держите, это вам подарок с масленицей, мы аплодируем! Традиции праздника уходят корнями вглубь истории. Тем не менее, и сегодня масленицу отмечают с размахом. Серпуховичи встречали весну целыми семьями. Теперь, когда все традиции соблюдены, остается ждать прихода в город настоящего весеннего тепла. 470 юных спортсменов из 20 городов Московской, Тульской, Калужской, Орловской областей и столицы приняли участие в седьмом празднике детского лыжного спорта. Он состоялся на базе «Красные крылья». На старт деревни Васильевская в эти выходные вышли спортсмены от 2 до 17 лет. Всего 13 подгрупп. Самые юные бежали 500 метров. Большинство дистанцию завершили. Правда, некоторые с помощью родителей. Вот так финишировала двухлетняя Валерия Сорочинская из Каширы. Она получила свою первую медаль и персональный приз от папы. Специалисты базы «Красные крылья» накануне соревнований приложили максимум усилий, чтобы лыжня была пригодна для бега. И пока самые младшие покоряли свои 500 метров, на дистанцию в 2000 ушли те, кто постарше. Здесь борьба оказалась более упорной. И зачастую уже на финише у лыжников не оставалось сил, чтобы получить специальную медаль. Такая награда была вручена каждому вне зависимости от результата. Самыми массовыми стали заезды лыжников старшего возраста. Здесь, на отдельных участках дистанции, своих подопечных поддерживали советами тренеры. А на финише их ждала вкусная уха, которую для всех участников подготовили сотрудники базы «Красные крылья». В каждой группе шесть лучших участников получили медали, а тройка победителей и памятные призы. Первым награду вручали самым юным лыжникам Матвею Буднину и Валерии Сорочинской. А затем на пьедестал подсчета поднимались все победители в своих заездах. Как любые соревнования спортивные, это не просто собрать народ, это скорее популяризация детского спорта, которая позволяет воспитывать в детях стремление и самодисциплину, стремление к победам и, наверное, любовь к спорту. Это не просто тусовка, это действительно спортивные соревнования, которые позволяют выявить победителей сильнейших спортсменов, которые, в свою очередь, стремятся побеждать на более высоких соревнованиях. Все участники теперь будут ждать следующего года, когда состоится восьмой детский лыжный праздник. Картины у скользающего мира, знаменитая большая волна и виды горы Фудзи. Известные на весь мир пейзажи изображения красавиц гейш, самураев и актеров театра Кабуки. Это все можно увидеть на выставке шедевров японской графики в музейно-выставочном центре. Экспонаты японской графики разместились в одном зале музейно-выставочного центра. Всего 62 произведения из частных европейских коллекций, а также из Америки. В основном это ксилографии, оттиски с деревянной доски на бумаге. Создавались они в 19 веке. Сегодня, после войны, разрушительных событий прошлого столетия, от некоторых тиражей в сотни штук осталось несколько листов. Выставка эксклюзивная. Японская графика у нас в городе впервые. Удивительные мастера, известные такие, как Хакусай и Хиросига. И самое удивительное, что выставка создает вот такое полное впечатление, позволяет погрузиться в культуру для нас совершенно незнакомую, экзотическую. Тем более, что эта графика представляет собой определенный период и определенную тематику. То есть это графика, которая посвящена повседневной жизни Японии. Представленные работы относятся к так называемому жанру окиёэ, в переводе с японского «образы ускользающего мира». Такие гравюры украшали жилища, их заказывали и для рекламы чайных домов, и афиш театра «Кабуки». Купить картины мог любой японец, стоили они чуть больше чашки риса. Мы приглашаем всех, во-первых, не только на выставку, но и на экскурсии. Экскурсии для взрослых, причем по субботам в 11 часов у нас экскурсии даются в подарок пришедшим зрителям. И есть вариант экскурсии для малышей с морегами, с небольшим сказкой теневого театра. И, в общем-то, мы ждем гостей до конца марта. Когда в конце XIX века эти графические листы попали во Францию, то оказали сильное влияние на импрессионистов, а позже и на стиль модерн. Экспонаты выставки будут интересны и знатоку, и человеку, далекому от искусства, поскольку картины воплощают философию страны восходящего солнца, которая учит быть внимательным, созерцательным, ценить сиюминутные мгновения, которые ускользают из нашей жизни. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Звезда» в субботу 9 марта прошли первые областные чемпионаты первенства области по бомбинтону «Спорт глухих». Участие в нем приняли спортсмены из Серпухова, Химака и Королева. Всего около 40 человек. Судейство взяли на себя члены клуба «Равные возможности» и волонтеры. У нас воспитаны спортсмены, и спортсмены у нас хорошая бригада судейская, так как проводим соревнования и сразу обучаем, проводятся семинары судейские, и ребята уже готовы, и сегодня у них будет дебют у опорников, которые будут проводить соревнования, ну, участвовать в судейской коллегии. Лучший результат показали спортсмены из Королева. Победителям предстоит выступить на первенстве чемпионате России, которые состоятся в апреле в Нижегородской области. А на сегодня это все. Далее прогноз погоды. Следите за новостями на нашем сайте от tv.defismedia.ru, на официальном сайте администрации города. Мы также есть во всех социальных сетях. Будьте в курсе событий, не переключайтесь. Академия слуха – это широкий выбор слуховых аппаратов под ваши нужды, профессиональные сотрудники и бесплатный тест слуха. До 10 марта скидки на слуховые аппараты до 40% и рассрочка без первого взноса. Запись по телефону 75 72 45. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok